Фундамент залит, плиты перекрытия укладываются одна за одной. Если верить рекламному баннеру, в Темрюке появится новый девятиэтажный жилой комплекс. Хотя стройку должны были прекратить еще в сентябре прошлого года. Тогда губернатор лично приезжал на место. Люди забили тревогу, ведь многоэтажку буквально впихивают на небольшой участок земли, где уже стоят другие, не такие высотные дома. За вопросом почти полгода следят в контрольном управлении, но районные власти, судя по всему, и не догадываются, что происходит у них под боком. Сергей Григорьевич, вы можете прямо сейчас лично набрать один рекламный телефон, или два, которые там есть, и вам продадут квартиру. И причем, что еще пометят, что от шестого до девятого этажа все квартиры проданы, потому что там есть красивый вид на реку Кубань. Час контроля от губернатора проходит каждый месяц. Своего рода это и есть решение проблем, озвученных людьми в ручном режиме. Каждую конкретную ситуацию Вениамин Кондратьев разбирает лично. Стройка в Тимрюке – пример того, как чиновники на местах надеются забыть о проблеме. Слушайте, или бардак в голове у вас, или бардак в районе. Вот одно из двух. То есть что, управы, что ли, нет на них? Мы же договорились, что они там делают или детский сад, или какую-то поликлинику, что-то такое для людей. Должна быть, понимаете, помимо того, что бизнес и прибыль, должна быть еще совесть у строителей. Вот что должно быть. Половина всех замечаний у контрольного управления к Краснодару. В этом месяце он возглавил рейтинг невыполненных губернаторских поручений. Почти все жалобы в одном микрорайоне – Московском. Там и нехватка парковок во дворах, и необорудованные пешеходные переходы, и стихийная торговля прямо на тротуарах. Последнюю проблему чиновники, долго не думая, хотели решить просто – запретить продавать. Но правовая дубина – не всегда эффективный способ, замечает Вениамин Кондратьев. Что такое несанкционированная торговля? Лучше поставить рост по-другому. То есть давайте сделаем в Московском микрорайоне не платные стоянки, автостоянки, а лучше сделаем крытые рыночки, то есть санкционированные места торговли. Для тех, кто хочет приехать в этот микрорайон, фермеры или представители личных подсобных хозяйств, просто селяне, и продать свою сельхозпродукцию. Это будет нормально и по-хозяйски в том числе. И горожане нам только спасибо скажут. Да, там есть такие места, они могут быть оборудованы именно под... То есть вот такой вариант. Проявлять принципиальность губернатор предлагает лучше в таких случаях, как стройка многоэтажного дома в одном из дворов на улице Московской. Строительный кран нависает прямо на детской площадкой. Любой человек в здравом уме не захочет гулять под стрелой подъемного крана, которая периодически, пускай без грузов, но ходит над нашей территорией, над всеми детьми. Мои поручения, это не просто мои хотелки или желания, это крик людей, крик людей о помощи. Поэтому это просто трансляция через меня идет. Поэтому воспринимайте это как боль жителей нашего края, как последняя надежда жителей нашего края, которые обратились к губернатору, чтобы их проблема была решена. Если мы говорим, мы устали от этого всего, если они нас достали, они, то есть наше население, коллеги, ну тогда я хочу сказать, на самом деле нужно сменить место работы, вот и все. Они не могут достать, потому что они идут к тем, кому доверили власть, к нам. А если они идут к нам, мы должны их высушивать и, естественно, принимать решения и делать так, чтобы они ощущали вокруг себя реальные изменения к лучшему. Час контроля проводят уже полгода. Личное участие губернатора в нем дало свой эффект. 60% всех заданий уже сделаны. На это и был расчет. Ведь чиновники знают, когда за ними следят, то и поручения выполняются легче. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.